Всем привет! Меня зовут Женя. Из этого видео вы узнаете, как оцифровать фотоплёнку в домашних условиях. Существует несколько способов самостоятельной оцифровки фото. В этом видео мы поговорим о двух основных. Во-первых, для оцифровки можно использовать самый обычный сканер. В некоторых современных моделях даже предусмотрено специальное приспособление для фиксации плёнки. Этот способ подойдёт, если вам требуется оцифровать небольшое количество кадров. Если же число фотографий переваливает за десятки, или у вас нет сканера, то воспользуйтесь вторым способом. Итак, что нам потребуется? Конечно же, нам не бойтесь без самой плёнки. А ещё без фотокамеры. Причём можно использовать как фотоаппарат, так и смартфон. Заранее отключите вспышку и выставьте в настройках разрешение 1280х720. Так вы добьётесь более качественного результата и сможете избежать появления бликов и засветок на фото. Придумайте, как закрепить плёнку напротив источника света. Например, с помощью картона, ножниц и степлера можно соорудить компактное приспособление для фиксации плёнки. В картоне нужно вырезать небольшое окошко для карты 35х35 мм. Справа и слева от него сделать по два надреза, благодаря ним плёнка не будет сворачиваться и сгибаться. А вы сможете легко и быстро сделать хороший кадр. Для закрепления конструкции воспользуйтесь степлером. Также вам потребуется подсветка. Её роль может сыграть настольная лампа или экран ноутбука. Во втором случае выставьте яркость на максимум. Далее запустите стандартную программу блокнот. Так вы сможете сделать экран максимально ярким. Готово! Поднесите фотоаппарат или телефон максимально близко к плёнке. Убедитесь, что картинка в фокусе. Сделайте снимок. Аналогично сфотографируйте все остальные нужные кадры. Дальше перекиньте фотографии на персональный компьютер. Дело за малым. Осталось перевести негатив в позитив. В этом вам поможет программа Фотомастер. Скачать фоторедактор вы сможете по ссылке в описании. Запустите программу и откройте одно из получившихся фото. Для начала превратим негатив в позитив. Для этого нужно перейти в раздел «Инструменты» и выбрать функцию «Кривые». Поменяйте положение кривой. Нижний край перенесите вверх, а верхний – вниз. Тут же вы можете настроить яркость и контраст фотографии, если это необходимо. Для этого создайте новую точку на кривой. Потяните её вверх или вниз. Если края фото выглядят не очень аккуратно, то обрежьте их. Здесь вам поможет кадрирование. Вы можете вручную обозначить границы обрезки или же воспользоваться предложенными в программе пропорциями. На плёнке были дефекты, которые в результате перешли на фото. Избавьтесь от них с помощью штампа. Выделите проблемный участок. Затем укажите место, с которого нужно скопировать пиксели. Сохраним результат. Если у вас дома есть принтер, то вы можете сразу же распечатать фотографию. Также снимок можно сохранить на персональный компьютер в любой папке. Подарите новую жизнь старым фотографиям. Скачайте фото мастер по этой ссылке прямо сейчас. И не забудьте подписаться на наш канал. Так вы сможете узнавать о выходе новых видео первыми. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»